В этом выпуске дядя Валя решил вспомнить детство, поэтому мои ребятки из бойлинг-машин снова берутся за дело. Чертежи, полный энтузиазма и ностальгии готовы, так что теперь осталось самое интересное. Запасайтесь попкорном и погнали! Новый день, новое прохладное утро, но нас ничего не остановит, потому что практически ко всему мы готовы. Прямо сейчас мы отправляемся за новинкой, за 32-дюймовым монитором, который мы будем встраивать в наш игровой автомат, он будет там основным. И этот монитор буквально 2 часа назад впервые был ввезен в Россию, он буквально стаможный, горяченький и прямо ко мне в руки. Не переключайтесь. Так, справа внизу, вот она, 32 дюйма, 2К разрешение, 165 Гц, 1 миллисекунда, отклик. Что еще нужно нам, геймерам? Сначала мы его распакуем и потестируем, а лишь потом установим в наш игровой автомат. Погнали! У нас была задача взять как можно больше монитор, который впишется в наш игровой автомат. Наш игровой автомат не совсем стандартного размера, мы его делали специально пошире, чтобы можно было вдвоем стоять и играть на джойстиках от Xbox в любую компьютерную игру. У нас был выбор между 34 дюймами соотношением сторон 21 на 9 и 32 дюйма соотношением сторон 16 на 9. Все-таки игры больше оптимизированы под 16 на 9, поэтому выбор 32 дюйма. Очень важно, что настраивать этот монитор мы можем с помощью соответствующего приложения через Windows. Поскольку мы монитор зама урвоем, у нас не будет доступа к элементам управления, и это крайне было необходимо. Это одно из основных критерий при выборе монитора. Как итог, этот монитор игровой, Vii матрица отрабатывает конкретно в нем очень хорошо. Если вам хочется, чтобы мы этот монитор испытали уже с помощью нашего специального оборудования, сделали большой развернутый обзор с результатами, то обязательно напишите об этом в комментариях, и мы отправимся дальше. Очень здорово работать в команде, можно быстро делать большие вещи, и вот сюда мы перенесли все наши возможности, все хотелки Вилсакома, ну и, конечно же, применили несколько секретиков. Сейчас мы едем прямиком на производство, где начнем сжечь в буквальном смысле. Стоило зайти на производство. Я тут же оказался в пыли, но нас ничего не остановит, тем более здесь столько всего интересного, и, как мне кажется, вечно можно смотреть сразу на несколько вещей. Как течет вода, как горит огонь, и как ЧПУ-фрезер делает свою работу. С нашими деталями мы закончили, все мы отфрезеровали. Теперь мы перенесем наши детали в другое место, где мы будем их шлифовать. Субтитры сделал DimaTorzok Наконец-то блудный сын вернулся домой с производства, где мы его дособрали, докрасили, и сейчас приступим к менее пыльным работам. Вообще, очень давно у меня чесались руки на Aorus Extreme Z490. Она красивая, коробка большая, а все потому, что мой ПК, за которым я работаю уже достаточно давно, собран на точно такой же материнке, только предыдущего поколения. Новая же оснащена цельным водоблоком, охлаждающий все ключевые зоны. Целых 16 фаз питания, Wi-Fi, ну и, в принципе, куча всяких наворотов. Тем более, что Proz у нас будет один из самых горячих. Intel Core i9 10900K. Ну, топово, топово. Также с водоблоком мы взяли 2080 Super, поскольку, как мы считаем, в 2К разрешении ее более чем достаточно. Ну, а систему охлаждения мы собрали на комплектующих от компании EK Waterblocks. Мы используем самое топовое железо, поэтому всегда голосуем рублем за надежность. А что вы скажете про такой подход, когда все продукты не очень доступны, но максимально качественны? Пишите свои мысли в комментариях, ну а мы поехали дальше. Посмотрите, насколько здорово вписался этот монитор в конструкцию нашего игрового автомата. Нам удалось спрятать рамки, и если бы не белое поле определить, где здесь начинается, а где кончается монитор, вы бы не смогли. Пока Игорёк заканчивает укладку силовых кабелей, я вам покажу, на что способна наша сборка. Начнем со свеженького Valorant. Все игры тестируем на максимальных настройках графики в 2К разрешении. В данной игре FPS зашкаливает за 250 кадров в секунду. Дальше PUBG, в котором фреймрейт также важен. Тут значение держится в районе 170 кадров в секунду. В метровый исход фреймрейт держится около 70. Также и в самом тяжелом Red Dead Redemption 2. Ну и на закуску Call of Duty Warzone. К сожалению, меня убили. 2К разрешение максимальной настройки, стабильно больше 100 FPS. Для шутера более чем достаточно. Кстати, скоро у нас будет еще более безумный проект про кастомный корпус, посвященный как раз этой игре. Поэтому не говорите, что я вас не предупреждал. Обязательно подпишитесь на этот канал и поставьте колокольчик. Эх, современные игры это, конечно, круто. Но вот когда я включил ретро, внутри меня просто все перевернулось. Лично я чуть ли не плакал, когда услышал вот это. Что происходит? Смотри, что будет, смотри. Оп. Игорь Анат. Помню, пятый или седьмой класс мы были совсем маленькие и после школы всегда наведывались моему другу. Мы играли в саранчо, открывали холодильник, брали кучу разной колбасы и сыра, делали самодельную пиццу. До этого затаривались кока-колой, играли в Сегу, в Mortal Kombat. Было просто клево. Я сейчас все чаще и чаще вспоминаю о тех днях и очень хочется повторить их. Жалко, что это ни за какие деньги не купишь. Ставь лайки, если частенько вспоминаешь, как и я, свое детство. Детство никак не вернуть, но отправить меня в прошлое с помощью этой штуки нам удалось. К сожалению, все хорошее когда-нибудь кончается. Вот и настало время отдать наш игровой автомат Валентину Вилсакому. Когда вкладываешь душу и делаешь продукты как для себя, расставаться с ними всегда чертовски сложно. Но, к счастью, мы занимаемся любимым делом и интересных продуктов для вас на этом YouTube-канале. Мы приготовили очень много. Вау! Дождь, а где, собственно, для она открывается здесь? Открывается, да? А все-таки есть какие-то сложные приколы. Изначально, знаешь, ты такой типа, ну понятно, да, логику я выкупил, но в чем прикол? А вам, оказывается, что без прикола все-таки не обойтись. Ну, из дичечки, ну-ка. Слушай, так это можно на поток поставить. Да. Да? Все на воде. Вот кабель-менеджмент, все тут. Слушай, ну он, наверное, даже греться не будет. Тут у него воздух, дай боже. Просто, если хочешь, пойдем, я тебе покажу. Вопросы в кабель-менеджменте и вот это все. А как сделан пинбол американский? Там, брат, великий, ну, он будет, по-моему. Ну, нужно обратить внимание, что тут парни не сильно парились. Не, а главное, что сломается, прикинь, сколько платы всякой фигни, то есть оно как бы уйди-вы. Я, кстати, не ожидал, я думал, что там пинбол. А там, прикинь, вот эти все мельяющие огоньки, все синхронизируются. Ну, что, надо разобраться вообще. Да, надо. Ну, топово, топово. Вот, все, да, вот. Единственное, конечно, надо все подключить. Ну, сейчас, наверное, может, сориентируемся. Да. Давай, тогда пока мы его сюда подзадвинем. Топово? Че ты? Вот у нас, видишь, тут зона первая. Все, и кеды, и автоматы, и все. Ну, кстати, он здесь неплохо стоит, да? Логически. Не, 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 крутая тема. Вот мы, вот у нас Сегова нравится. Мы в нее вообще не играем. Сюда поставили, все, мы целый день просто рубили. Ну, потому что да. И все заходят сразу, такие, вау, че это у вас? И просто так это все выглядит. Именно так, то есть, как аркадный автомат, во-вторых. Ну, да, стекло, кстати, крутая тема. То есть, есть уже идеи, как это дальше развить и улучшить и так далее. Ну, мы еще хотели сюда, ну, если было больше времени сюда, например, веку там строить, еще дополнительное, чем. Короче, супер-моноблок для стоячего образа жизни. Да, да, да. Вообще сейчас это тренд, понимаешь? Сейчас сидят только такие, как я. Все, дети, это сейчас не модно. А чем можно пускающийся автомат сделать? Да, но по ней обязательно. И чтоб еще дым шел у вас осталось. Вот, ну, запускайте, то есть все, супер. Потом фидбэк дадим, что-то. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Надеюсь, вам было интересно. Если же остались какие-то вопросы, обязательно задайте их в комментариях. Лично все прочитаю, лично на все отвечу. А вообще, заходите в гости к нам в демо-зону. У нас не только такой автомат, у нас еще много всяких интересных штук. Поиграем, потестируем. В общем, развлечем вас по полной. С вами был Болинг Машин. Надеюсь, вы уже подписаны. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok